Издательство Эксмо. Кэллини Флот. Терапевт. Пятница, 6 марта. Сообщение. Было ещё темно, когда он ушёл. Проснулась я от того, что он наклонился и, поцеловав меня в лоб, прошептал. «Я пошёл». Ещё не совсем проснувшись, я повернулась к нему. Он был в тёплой куртке. Через плечо большая сумка. «Уходишь?» — пробормотала я. «Ты спи, спи», — сказал он. Его шаги на лестнице я ещё слышала, но заснула прежде, чем за ним захлопнулась входная дверь. Просыпаюсь одна в постели. Щёлку между рулонной шторой и подоконником просачивается бледный солнечный луч. Светит мне прямо в глаз и будит меня. Времени половина восьмого. Уже можно и встать. Я босиком плетусь умываться, стараясь не обращать внимания на застрявшие в напольном покрытии коридоры щепки и мокрые деревянные поддоны на земляном полу в ванной. У нас там нет верхнего освещения, но Сигурд, когда сбивал кафель, подключил рабочую лампу. Она так и прописалась там, похоже на вечно. К счастью, сейчас достаточно светло, можно не включать её. Она мощная, как и положено рабочим лампам и даёт резкий белый свет, под которым я чувствую себя открытой всем взглядом, как в душе школьной раздевалки. Пускаю воду, чтобы та согрелась, пока я раздеваюсь. Водогрейную колонку надо бы заменить, но Сигурд моется быстро, а я сегодня не собираюсь мыть волосы, так что сойдёт. Пластиковая душевая кабина. Она тоже мыслилась как временная. Сигурд спроектировал для нас душ. Кабинка из кирпичной кладки, стеклянные дверцы и мелкая белая плитка в голубую крапинку. Из всех недоведённых до ума помещений в доме ванная наиболее откровенно демонстрирует недоделки. Старая плитка отбита, новая не положена. Ни света, ни нормальной занавески. Ступаем по поддонам, чтобы не повредить пол. В стене дыра из неё торчат водопроводные трубы. Временная кабина допотопщина, доставшаяся нам от дедушки Сигурда. Какое-то время, глядя на этот недострой, я представляла дом таким, каким он станет. Плитка в голубую крапинку, гладкая кладка стен, утопленные в потолке лампы. Я чувствовала тёплый израстцовый пол под ногами, горячую воду, которая под идеальным напором подаётся из современной душевой насадки с разными режимами. Теперь я вижу только, сколько времени займёт довести всё это до ума. Сунув ладонь под струю, определить, не нагрелась ли вода, вдруг понимаю, что уже перестала верить в то, что дом когда-нибудь будет приведён в порядок. Под горячим душем я окончательно просыпаюсь. У нас здесь холодно. В спальне ещё ничего, а в ванной жуткий колотун. Зима выдалась долгой, и каждое утро я голая стою, переминаясь с ноги на ногу и сую ладонь под струю воды. Теперь дело хотя бы идёт к весне. Душ действует благотворно. Капли стучат по моей холодной в пупырышках кожи, я набираю воды в ладони и, окунаясь в неё лицом, чувствую, как меня вытряхивает из ночи в день. Пятница. Три пациента — моя обычная пятничная когорта. Сначала Вера, за ней Кристофер в последнем трюгве. Глупо назначать приём трюгве последним в пятницу, но каждую неделю под конец его сеанса я не могу удержаться от соблазна снова назначить то же время. Набираю новую порцию воды, окунаю в неё лицо и растираю щеки ладонями. Сигурд с приятелями собирается остаться на нуре Фьелли до воскресенья. На выходные я буду одна. Одеваюсь в спальне, невмоготу лишнюю секунду задерживаться в холодной ванной. На постели валяются наши сбившиеся одеяло. Густо пахнет сном, во всяком случае моим, а может и его тоже. Когда он уходил на часы, я не смотрела, возможно, прошло уже несколько часов. Одёжного шкафа у нас нет, но Сигурд закрепил металлическую штангу между дымоходом и стеной. На ней развешаны платья, рубашки и пиджаки. Его вещи как попало, мои аккуратно рассортированы по цвету. Я смотрю на его одежду. Не похоже, чтобы чего-то не доставало, но ведь он собирался ехать прямо в горы. Сумки на полу нет, и я вспоминаю, что она висела у него на плече, когда Сигурд уходил. Надеваю рубашку и брюки, одеваюсь нейтрально, прилично и думаю, выбирая мягкую сизоголубую рубашку, что всего лишь через несколько часов смогу снова подняться сюда, переодеться в спортивный костюм, если решу пойти в спортцентр, или надеть пижамные брюки и широкую футболку, если не пойду. Но сначала три пациента. Три пациента — это, собственно, слишком мало. Мне нужно принимать каждый день по четыре, а ещё лучше раз или два в неделю по пять. Именно на это я рассчитывала, начиная практиковать частным образом. С частной практикой меньше бумажной работы, сказала я Сигурду, когда мы планировали наше будущее, сидя на кухне в нашей старой квартире возле Турсхофф-парка и набрасывая семейный бюджет в экселевской таблице. «Я прекрасно успею принять четырёх пациентов в день, а то и пять. Почти каждый день по пять. Во всяком случае, раз в неделю. Лишние деньги нам не помешают». Мы засмеялись. «Смотри, не загоняй себя в усмерть», — сказал Сигурд. «Кто бы говорил», — парировала я. Он тоже тогда начал работать на себя и тоже делал расчёты в том же самом экселевском листе. По меньшей мере восемь клиентов одновременно, а лучше десять. Если надо, помогал партнёрам, на счету каждый час. «Придётся задерживаться на работе», — говорили мы друг другу, «но нам это выгодно, пойдёт в наш общий бюджет». Теперь у меня почти всегда по три пациента в день и редко-редко пять. Почему так получилось? Найти пациентов оказалось труднее, чем я ожидала, и молодые часто отменяют визиты, но это только половина правды. Я застёгиваю последние пуговицы на вороте благообразной блузки-рубашки. Сидя в кухне на Турсков и в свете старой настольной лампы Сигурда, подсчитывая наши финансы на компьютере и бумажных листках, я забыла учесть одну важную вещь — человеческий фактор. Даже мне, прекрасно чувствующие себя в собственном обществе, требуют сообщаться с другими людьми. Одним рощерком пера я отказала себе в коллегах, не догадываясь, какой одинокой себя почувствую, какой апатичной стану. Рассказал бы мне кто-нибудь год назад, как меня будет тяготить необходимость рекламировать свои услуги с целью заполучить побольше пациентов, как это будет коробить меня, я бы не поверила. Для меня завтрак — самое приятное из трапез дня. Я сижу в нашем кухонном уголке с газетой, бутербродом и чашечкой кофе. Есть я предпочитаю в одиночестве. Сигурд всегда уходит рано и проглатывает свой кофе возле разделочного стола, даже не присев. Я люблю завтракать, не торопясь. Почитать на страницах «Афтенпостенполемику», отзывы о фильмах, спланировать рабочий день. Опять он оставил чашку. Вот она стоит на столешнице рядом с раковиной. Отделка кухни — немногое из того, что в нашем доме почти доведено до ума. Поверхность столешницы такая гладкая, что даже со своего места мне видно кофейное полукружье под его чашкой. Ну, конечно, возможно, это способность увидеть кофейную лужицу под чашкой, кружки под тостером. Капля воды на поверхности стола обусловлена биологическими различиями между мужчиной и женщиной. Сигурд хочет иметь красивый дом, строит подробные планы, корпит над искусно выполненными чертежами и впечатляющими графическими презентациями, но его подводит невнимание к мелочам. Сущие мелочи. Поставить чашку в посудомоечную машину, вытереть со стола, вечером убрать компьютер. Почему же я так раздражаюсь? Почему позволяю себе брюзжать из-за такой ерунды? Но с другой стороны, почему бы ему не уделить этому три секунды своего драгоценного времени? На этом витке мысли я перевожу взгляд на крючок в стене, на котором обычно висит тубус Сигурда. В нем он носит на работу и с работы бумаги и чертежи. Это такая серая трубка из твердого пластика, к концам которой крепится черная лямка. Когда тубус здесь, он всегда висит на этом крюке. Наморщив лоб, я смотрю на крюк. Сигурд же вроде собирался поехать прямо к Томасу, забрать их на дачу. Разве он мне именно так сказал? И разве вчера вечером тубус не висел на стене? Мне всегда было очень сложно реагировать на подобные нестыковки простым пожатием плеч. Вижу, как легко люди отпускают подобные вещи и завидую этой легкости. Не собирался на работу? Ладно, может, я неправильно поняла. Собираюсь прямо к Томасу, сказал он. А может, я не дослышала. Может, он сначала собирался ненадолго заскочить на работу. Может, еще вчера оставил тубус на работе, а мне почему-то помнится, что он висел тут вчера, потому что он тут, собственно, и позавчера висел. Так было бы гораздо легче жить. Кажется, что люди не с такой хорошей памятью, с меньшим подозрением воспринимают мир, меньше рыпаются.